Друзья, всем привет! Часто для обеспечения нормального режима работы различных систем автоматики необходимо, чтобы соблюдалось включение либо отключение каких-то определенных устройств через определенные промежутки времени. То есть необходимо обеспечить, чтобы сначала включилось одно устройство, а, например, через 2 минуты или через 2 секунды даже включилось следующее устройство. Или, например, в охранных системах. Если открыта дверь и в течение определенного времени не введен правильно пароль или же не нажата какая-то секретная кнопка, то сработает сигнализация, раздастся звук сирены и тому подобное. Для этой цели применяют различные реле времени. Наиболее простой вариант реле времени можно встретить в аквариумах при включении света. Например, в большинстве случаев рекомендуется, чтобы свет в аквариуме был включен в среднем на 8 часов. Так вот, такого рода различные задержки времени можно выполнить, применяя транзистор и электромагнитное реле. Также существует множество и различных других способов формирования временных задержек. И чаще всего их выполняет на таймере 555. Но о таймере 555 у меня было отдельное видео. Там я рассказывал, как работает этот таймер, как рассчитать временные задержки и так далее. Однако, общим для большинства таких электронных устройств, где необходимо сформировать какую-то задержку времени, применяется простейшая РЦ-цепь, состоящая из конденсатора и резистора. Очень подробно принцип работы и расчет РЦ-цепей мы рассмотрели в предыдущих видео. Также в предыдущих видео мы очень подробно рассмотрели принцип работы электромагнитного реле и расчет транзисторного ключа. Данное видео лишь позволяет объединить рассмотренные ранее уроки и выполнить более-менее простое практическое электронное устройство. Принцип действия данного реле времени и всех подобных устройств заключается в следующем. Сначала выполняется заряд конденсатора, а затем выполняется его разряд. И длительность либо заряда, либо разряда конденсатора определяет время работы какого-либо устройства. Рассмотрим сначала, как работает один из предлагаемых вариантов электронного ролевремени. Затем изобразим его схему и более детально разберем уже принцип его действия. Здесь имеются две кнопки, одна и вторая, хотя подошла бы и одна двухпозиционная кнопка. Когда я нажимаю первую кнопку, происходит заряд конденсатора данного через резистор с сопротивлением 1 кОм. Хотя можно и снизить сопротивление резистора, тогда конденсатор зарядится быстрее. Когда я нажимаю вторую кнопку, происходит разряд данного конденсатора через резистор и транзисторный ключ. В результате чего транзисторный ключ открывается, срабатывает реле, которая размыкает цепь питания данного желтого светодиода и подключает схему питания белого светодиода и бузера. Время работы бузера и светодиода определяется как раз временем разряда данной РЦ-цепи. Итак, конденсатор у меня заряжен, теперь я его разряжаю. Как мы увидели, по мере разряда конденсатора открывался транзисторный ключ и получала питание катушка реле, которая при срабатывании разомкнула нормально замкнутые контакты и потеряла питание данный светодиод и замкнула нормально разомкнутые контакты и получила питание бузер и светодиод. Номиналом данного резистора и конденсатора как раз определяется время работы реле. К нему мы вернемся несколько позже, а теперь давайте все это рассмотрим на чертеже электрической схемы. Поскольку номинальное напряжение срабатывания реле у меня 5 вольт, то все устройство я питал от блока питания с выходным напряжением 5 вольт. Я изображу его в виде батарейки. Далее. Нормально замкнутые контакты реле. К1.1. Токоограничивающий резистор и светодиод. Резистор у нас R1, а светодиод WD1. Сопротивление резистора 300 Ом. Кстати, расчет сопротивления резистора при питании любого светодиода от любого источника питания я рассказывал в отдельном видео, ссылка на который будет в описании. Дальше рисуем нашу схему. Здесь у нас уже будет нормально разомкнутый контакт. Реле K1.2. Светодиод белого цвета WD2. И бузер. То есть по умолчанию мы видим такую картину. То светодиод WD1 светится, а светодиод WD2 и бузер не получают питания. Идем дальше по схеме. И дальше мы нарисуем катушку реле K1, которой соответствуют данные контакты K1.2 и K1.1. Катушку мы шунтируем обратным включенным диодом WD3, назначение которого я рассказывал в предыдущих видео, но также далее остановлюсь и в этом видео. Дальше у нас идет транзистор NPN типа. Но для данной схемы мы будем применять либо транзистор Дарлингтона с высоким коэффициентом усиления потоку, либо из двух транзисторов сделаем составной транзистор. Общий тогда коэффициент усиления будет равен произведению коэффициента усиления каждого из транзисторов. Дальше я объясню для чего это сделано. Это будет транзистор WD1, а это WD2. Обратите внимание, коллектора их объединяются, а эмиттер второго транзистора подключается к базе первого. Эмиттер первого транзистора идет на минус, поскольку данный транзистор NPN типа. Дальше мы изобразим резистор R2 и обозначим его звездочкой, которая обозначает, что сопротивление данного резистора мы будем подбирать, тем самым формировать необходимую задержку времени. Дальше мы поставим электролитический конденсатор C1, емкость которого мы также будем изменять и тем самым опять же формировать временную задержку. Только здесь нам необходимо разъединить цепь в этом месте. Здесь у нас будет установлена кнопка SB2. А здесь мы поставим резистор R3 с сопротивлением 1 кОм. И здесь у нас точно так же будет кнопка SB1. Здесь у нас разрыв. Еще раз повторяю. То есть у нас цепь только замыкается в том случае, когда кнопка SB2 будет нажата. Вот собственно и вся схема транзисторы VT1 и VT2 я применял с высоким коэффициентом усиления потоку. Порядка 300 единиц коэффициент усиления имеет транзисторы BC547. Хотя можно применять и любые другие транзисторы. Но в данном случае NPN структуры. Если применять транзисторы PNP структуры, то необходимо тогда изменять направление остальных всех полярных элементов. Но я думаю в этом необходимости нет. Реле K1 можно взять точно так же. Любое реле с номинальным напряжением срабатывания 5 вольт. Для нашей схемы. Если же здесь будет напряжение 12-24 вольта, то естественно необходимо будет пересчитать сопротивление резистора R1. Здесь уже нужно будет дополнительно добавить сопротивление. Либо взять бузер не на 3 вольта, как в моем случае, а на более высокое напряжение 12-24 вольта. По умолчанию резистор R2 я применял сопротивлением 10 кОм. То есть R2 равен 10 кОм. А конденсатор C1 емкостью 10 мкФ. Здесь о постоянной времени и так далее я рассказывать не буду, поскольку данной тематике было посвящено аж целых два видео. Кому этот вопрос будет интересен, ссылки будут в описании. Итак, теперь перейдем в общем к работе схемы. По умолчанию у нас светится диод WD1 через токоограничащий резистор R1 и через нормально замкнутые контакты или же блок контакты реле K1. То есть здесь протекает ток и светодиод светится. Здесь ток не протекает. Здесь ток тоже нигде не протекает. Здесь транзистор закрыт, поэтому катушка K1 не получает питания. Здесь просто разомкнут ключ и резистор R3 конденсатор C1 точно так же не получает питания. Теперь, когда мы замыкаем ключ SB1, у нас начинает заряжаться конденсатор C1. Поскольку сопротивление здесь невелико, а его еще можно снизить, то практически в течение секунды в зависимости от емкости конденсатора полностью зарядится конденсатор C1. Дальше кнопку мы выключаем. Кнопка у нас без фиксации и возвращается в исходное состояние. Но пока что ничего не происходит, поскольку здесь кнопка размыкает цепь. И теперь, когда мы включаем кнопку SB2, у нас создается путь для протекания тока от конденсатора C1 через резистор R2 на базу транзистора VT2. Время разряда этого конденсатора определяется емкостью этого конденсатора, сопротивлением резистора R2 и также сопротивлением переходов базы-эмиттер транзисторов VT2 и VT1. По мере разряда конденсатора при некотором значении тока открывается, соответственно, транзистор VT2 и VT1 и получает питание катушка-реле K1. Как только катушка-реле K1 получила питание, она размыкает свои нормально замкнутые контакты и гаснет светодиод VT1 и замыкает свои нормально разомкнутые контакты и включается светодиод VT2 и раздается звук бузера. Бузер нужно применять со встроенным генератором, иначе без генератора бузер не заработает. Вот таким вот простым образом работает схема. Теперь то, что касается формирования времени задержек. Этот интервал времени задается резисторами R2 и C1. Если поставить сюда переменный резистор и оставить неизменным емкость конденсатора C1, то тогда, изменяя значение этого сопротивления можно изменять время работы реле K1. Транзисторы VT2 и VT1 работают в ключевом режиме, то есть в режиме ключа. Также вы можете увидеть схемы, к которым подключается сюда сопротивление. Это сопротивление необходимо для того, чтобы транзистор VT1 быстренько выключился. Но в данной схеме в этом нет необходимости, поэтому мы его сюда и не поставили. Расчет транзисторного ключа, выполненный на одном транзисторе, я рассказывал в отдельном видео, ссылка на него будет в описании. Но здесь мы видим два транзистора. Такая схема включения транзистора VT1 и VT2 позволяет увеличить коэффициент усиления потоку бета, общий, обеих транзисторов. Для упрощения расчета транзисторного ключа достаточно себе представить, что два этих транзистора образуют один транзистор. Здесь у него будет точка общая коллектор, здесь эмитер и здесь база. То есть по сути это один транзистор. Но коэффициент усиления которого равен произведению двух транзисторов. Например, для биполярных транзисторов данного типа BC547 коэффициент усиления порядка 300 единиц. То есть бета первого транзистора равен 300 единиц и бета второго транзистора равно 300 единиц. Тогда суммарный бета этих транзисторов равняется β1 умножено на β2, и это равно 300 умножить на 300, даст коэффициент усиления 90 тысяч. Для чего же нам нужен такой высокий коэффициент усиления? А для того, чтобы запитать катушку реле, которая может потреблять ток даже 1 ампер. Но в нашем случае эта катушка потребляет ток не более 500 мА, то есть 0,5 ампера. Для простоты расчетов давайте примем, что данная катушка потребляет ток, он измеряется здесь и обозначается место измерения звездочкой, скажем, 450 мА. На самом деле катушка будет это потреблять меньше ток, но тем не менее есть и катушки потребляющие и больше ток, и меньше. Но для простоты расчетов, для того, чтобы ответить на тот вопрос, зачем нам такой коэффициент усиления высокий, примем 450 или же то же самое, что 0,45 ампера. Хотя эти транзисторы, по-моему, даже не рассчитаны на ток 0,5 ампера. Но нужно посмотреть по даташиту. Опять же, повторюсь, чисто для наглядности выбираем 0,45 ампера. То есть в этой цепи у нас будет протекать ток 0,45 ампера. Тогда для того, чтобы обеспечить здесь такую силу тока в данной цепи, достаточно, чтобы ток базы протекал в 90 тысяч раз меньше. То есть в ток базы мы можем посчитать его минимальное значение тока базы. Это ток в коллектора, деленный на общий коэффициент по току, бета. И отсюда 0,45 мы если разделим на 0,9, а эти все 1,2,3,4 и еще один 0,5, мы сделаем 10 в пятой степени, то 0,45 разделить на 0,9 мы получим 0,5, половину 0,5. Это значение перейдет в числитель со знаком минус степени 0,5 на 10 в минус пятой ампера. То есть для того, чтобы обеспечить ток в цепи коллектора, то есть включить данную катушку, нам достаточно, чтобы в базе протекал вот такой минимальный ток. Если мы отсюда уберем два знака, то у нас получится 0,005 на 10 в минус третьей ампера, а это равно 0,05 милиампера. То есть 0,005 милиампера нам достаточно иметь в данной цепи, чтобы обеспечить ток в коллекторе порядка 0,45 ампера. А чем нам полезен такой маленький ток? А тем, что здесь конденсатор у нас заряжается до величины 5 вольт, а разряжаться он будет через резистор R2 и ПН-переходы обеих транзисторов. Но этими ПН-переходами мы сейчас пренебрежем. То есть сопротивлением этих ПН-переходов, база-эмиттер и база-эмиттер мы сейчас пренебрежем. Хотя ими пренебрегать нельзя, но тем не менее для наглядности мы сделаем такое допущение. Тогда, зная величину напряжения здесь 5 вольт и зная минимальное значение тока 0,005 милиампера или же 0,05 на 10 минус 5 ампер, это у нас ток, мы можем найти максимальное значение сопротивления данного резистора. Согласно закону Ома, I равняется U на R. Мы находим R. R равняется U деленное на I. И мы находим U у нас 5 вольт, а I у нас 0,05 на 10 минус 5 ампера. И мы получим значение 1 мега Ом или же 1 миллион Ом. То есть максимальное значение сопротивления, которое мы можем сюда поставить, будет равно 1 мега Ом. Если мы поставим больше сюда сопротивления, то тогда уже ток выходной цепи будет меньшим и будет недостаточен для того, чтобы включить катушку реле К1. Поэтому при заданном значении напряжения на конденсаторе и при заданной емкости конденсатора мы можем изменять наше сопротивление здесь от 0 до 1 мега Ом. То есть можем регулировать время срабатывания реле в диапазоне от какого-то значения до миллиона раз. Например, от секунды до миллиона секунд. То есть применяя такой составной транзистор, или в нашем случае два таких транзистора, мы расширяем диапазон применения сопротивления R2. И тем самым мы расширяем диапазон формирования задержек времени. Также дополнительно этот диапазон мы можем расширять и с помощью конденсатора C1. Опять же напомню, что расчет транзисторного ключа, принцип работы реле, расчет сопротивления для светодиода и расчеты принцип работы РЦ цепей я уже рассказывал подробно в других видео. Ссылки на них я оставлю в описании. Теперь вернемся снова к нашей схеме. Здесь по умолчанию у нас сопротивление резистора 10 кОм, а емкость конденсатора 10 мкФ. Заряжаем конденсатор и теперь второй кнопкой разряжаем конденсатор и смотрим, насколько хватит времени разряда. 3, 4, 5, 6, 7. То есть почти до 7 я успел посчитать и конденсатор разрядился. Теперь я заменю данный резистор на резистор с сопротивлением 68 кОм. Снова заряжаем конденсатор и теперь разряжаем его и будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Уже досчитал почти до 10. Теперь я снова верну резистор с сопротивлением 10 кОм, но заменю конденсатор емкостью 10 мкФ на конденсатор емкостью 100 мкФ. Заряжаю конденсатор и теперь разряжаю его и начинаем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Оп! Я успел досчитать до 64. То есть, как мы увидели и услышали, при изменении значений сопротивления и емкости конденсатора, время работы реле изменяется. Также я не рассказал о назначении обратного диода. Вот он, который шунтирует обмотку реле в обратном направлении. Но поскольку время видео достаточно затянулось, поэтому объясню как-нибудь в следующем видео. Для этого я придумал, как считаю, оригинальное объяснение, которое позволит понять навсегда назначение этого диода и как его включать с индуктивной нагрузкой. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за внимание. В следующем видео мы уже будем переходить к катушкам индуктивности. Подписывайтесь на канал и всем пока!